Правоохранительные органы республики с начала года пресекли десятки фактов нецелевого расходования бюджетных средств. Повышение эффективности финансового контроля сегодня в Доме правительства обсуждали члены комиссии по противодействию коррупции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В Ленинском районном суде рассматривают уголовное дело сразу против восьми руководителей сельхозпредприятий региона. Следователи раскрыли крупную аферу. Предприниматели подавали документы на компенсацию убытков, но указывали завышенные суммы. Затем легализовали часть доходов, полученных преступным путем, направив их на погашение кредитов. По ходатайству следователя в целях возмещения ущерба, причиненного в результате совершения преступлений, судом наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью более 14 миллионов рублей, в том числе 11 автомобилей, 10 тракторов, 4 объекта недвижимости. Не допускать подобных махинаций впредь. Такую задачу обозначил глава региона перед Минсельхозом республики. У вас же есть представители в каждом муниципальном образовании, так ведь, да? Есть представители, специалисты. Но вот эти специалисты, когда документы получают, они же знают районы компактные, все видят, где что, с выездом на место, просто могут же посмотреть. Стоит подписывать эти документы с нарушениями, которые оформили? И не стоит, это же сразу видно. Теперь, вместе с документами, подтверждающими приобретение милиаративной техники, у нас представляется обязательно отчет о рыночной стоимости этого имущества. Также были внесены изменения, предусматривающие обязательные выездные осмотры. Работа по усовершенствованию, она должна быть продолжена. Сейчас мы разработали проект постановления, где вносим персональную ответственность руководителей, главного бухгалтера, получателя субсидий за достоверность документов, которые представляются для получения субсидий. Коррупционные факты выявили и при исполнении госпрограммы поддержки занятости. Это обеспечение занятости населения. Преступные деяния здесь совершались в ходе исполнения договоров, заключенных на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов и иных льготных категорий граждан. Такие факты за последние полтора года выявлены на территориях Аллатровского, Батаревского, Мариинско-Пасадского и Шумерлинского районов республики. Глава региона отметил, что коррупционные риски необходимо предупреждать. Здесь многое зависит от качества экспертизы заключаемых договоров. Должен быть налажен тотальный контроль за расходами в рамках национальных проектов. Основной объем финансирования предусмотрен посредством проведения закупок для государственных и муниципальных нужд. В целях обмена информации в указанной сфере министерства заключены соглашения в сотрудничестве с Управлением федеральной антимонопольной службы, Управлением федерального казначейства, контрольно-счетной палатой, Государственной службы Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам. На постоянной основе является мониторинг извещений о проведении наиболее значимых закупок, процедуру обоснования начальной максимальной минимальной цены контрактов, рассмотрения заявок, определения поставщиков и соблюдения иных процедур. Еще одна тема – срыв сроков исполнения контрактов. Дисциплинировать подрядчиков должны помочь крупные штрафы, но в ряде муниципалитетов взыскание неустоек длится годами. По отдельным муниципальным образованиям на уровне 10-20% только взыскываются штрафные санкции. Поэтому я вас попрошу, сделайте предложение к сегодняшнему протоколу, как идет возврат неустоек. Глава региона отметил, что борьба с коррупционными преступлениями – стратегическая задача в работе правительства. Для тех, кто переходит грань дозволенного, наказание неотвратимо. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика.